Сегодня 15 февраля. 15 февраля 1906 года газета «Голос Самары» напечатала статью под названием «Самарские картинки», благодаря которой мы можем узнать о нравах тогдашнего населения окраин губернской столицы. Автор публикации, некий временный фильетонист, назвал эти районы колыбелью хулиганов и сравнил быт местных жителей с повседневностью древних славян. Они встают с петухами и ложатся спать после полуночи. Их жилища просты и не отличаются архитектурными украшениями. Одежда и домашняя утварь незатейливы. Мужчины обладают широкими спинами и сильными мускулами, благодаря чему очень воинственны и все свободное время проводят в междоусобицах. Для своих похождений они избирают предводителя, князя. Окраинцы от природы одарены язвительным юмором, любят меткие слова и крепкие выражения, поведал читателям автор публикации. 15 февраля военного 1942 года в городе Куйбышеве практически повсеместно прошли массовые воскресники. На них вышли десятки тысяч человек. В результате на постройку танковой колонны было заработано без малого 145 тысяч рублей. Очищено от снега почти 200 тысяч квадратных метров железнодорожных путей. Заменено 800 погонных метров рельсов. Были проделаны и другие работы. Днем памяти стал сегодняшний день для воинов-афганцев. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. В память о более чем 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, в нашей стране установлена специальная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 15 февраля в разные годы были рождены выдающийся итальянский ученый, физик и астроном Галилео Галилей, российский предприниматель и меценат Савва Морозов, татарский поэт, герой Советского Союза Муса Джалиль, популярные актеры театра и кино Нонна Терентьева, Николай Сорокин, Алексей Макаров и многие другие знаменитости. А именинник сегодня только один, и это Василий. 15 февраля православные отмечают Сретение Господне. Согласно народному календарю, в этот день зима с весной встречаются, под стать этому дню рождались и поговорки. К примеру, наши предки говорили так, Сретение – солнце на лето, зима на мороз. На этот праздник ударяли, как правило, последние морозы, их так и называли – сретенскими. Были для этого дня и свои приметы на погоду. Считалось, что если метет снег, будет поздняя весна. На это же указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретение судили о будущем урожая трав. Бросали поперек дороги палку и наблюдали, если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день было тихо и солнечно, то считали, что уродится лен. Копель предвещала хороший урожай пшеницы, а ветер – плодородие фруктовых деревьев. Это были лишь некоторые знаменательные события 15 дня последнего месяца календарной зимы. Всего вам самого наилучшего!